Продолжение следует... Он помешал ему провести ночь вместе с курайшитской молодежью, потому что он воспитывал его особым образом. Так давайте посмотрим на этого человека, который был воспитан столь особенным образом. Какой была его, да благословит его Аллах и приветствует, жизнь? Посмотри на жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с пяти сторон. Какой была его вера в Аллаха? Посмотри, какой была она у пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его поклонении. Затем посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его отношениях и делах, которые он вел с людьми. да благословит его Аллах и приветствует, в его общении. И, наконец, посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его нраве. Посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который является для нас образцом подражания. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приходит какой-то бедуин, вытаскивает меч, наставляет его на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и говорит, «Мухаммад, кто спасет тебя от меня?». Представьте себе, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просыпается ото сна, который произошел после битвы, и он был уставшим. Он просыпается и видит, что на него наставили меч. То есть это верная смерть. Если на кого-то из нас, уважаемые братья, наставят оружие, он не будет чувствовать себя спокойно. А что должен был чувствовать пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который лежит на земле? В руках у бедуина меч, сподвижники далеко, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, только что проснулся. Посмотри на веру пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Бедуин спросил, «Мухаммад, кто защитит тебя от меня?» Он ответил, «Аллах». Он только что проснулся, и его сердце не нуждается в обновлении веры. Вера оставалась с ним даже во время сна. Аиша спрашивала, спишь ли ты, о посланник Аллаха? Он отвечал ей, Аиша, поистине мои глаза спят, а сердце не спит. Оно было связано с небесами. Мы хотим иметь живые сердца, которые не спят. Кто-то спит пару часов, потом просыпается, готовясь к встрече с Всевышним Аллахом, выстаивает ночь в намазе, молится, поминает Аллаха, читает Коран. Это живое сердце. Аиша, поистине мои глаза спят, а сердце не спит. Такой была вера пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вот вера пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он находился в пещере Саур. Курайшитские куфары ищут его, а пещера находилась внизу. То есть, если кто-то шел по горе, пещера оказывалась прямо под ним. Абубакр говорил, если бы кто-то из них посмотрел себе под ноги, он бы увидел нас. То есть, если бы он просто наклонил голову, посмотрел бы на ремешки своих сандалий, он бы увидел нас. А у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ни один волос не зашевелился. Он говорит. Посмотри на этот иман. Он не переживает. Аллах же с нами. Всевышний Аллах со мной, когда я болен. Аллах со мной, когда у меня беда. Аллах со мной, когда мне угрожают. Аллах со мной, когда я беден. Аллах со мной. Не скорби, ибо Аллах с нами. Тот, с кем Аллах, тот не скорбит. А теперь посмотри на наш иман. Чтобы нам взять себе образец подражания, мы должны понять, нужен ли он нам или нет. Что люди говорят сегодня? Я первый из них. Что мы говорим? Мы говорим, у такого-то связи, а у меня только Аллах. То есть, как будто Аллах не знает, как устроить наши дела. У такого-то связи, а у меня только Аллах. Я такой слабый. А человек должен был говорить, у меня Аллах. Я сильнее, чем все эти люди со своими связями. Но из-за нашего слабого имана, мы можем сказать, что у такого-то связи, а у нас только Аллах. У меня только Аллах, я такой слабый и несчастный. Разве тот, с кем Аллах может быть слабым? Аллах сильный, Аллах великий, Аллах владыка, Аллах устроитель всех дел. И ты будешь бедным и несчастным после того, как с тобой Аллах? Второе. Посмотри, как Пророк да благословит его Аллах и приветствует поклонялся Аллаху. Он сказал, молитесь так, как видели молящимся меня. Посмотри на то, каким Пророк да благословит его Аллах и приветствует был в своем уйбадате. Как он заходил в поклонение. Каким был его намаз. Как он да благословит его Аллах и приветствует поминал Аллаха. как он читал Коран, как проходил его Рамадан, как он постился, как он выплачивал закят, как он делал дуа. В день Арафа пророк, да благословит его Аллах приветствует, поднял свои руки в дуа на Зухр и опустил их только на Магриб. Сколько прошло часов? Если бы мы посчитали это сегодня, вышло бы примерно 5 часов. Причем он опустил свои руки просто для того, чтобы попить молока. И если бы Ум Саляма не отправила ему это молоко, он бы не выпил его, но она отправила его. Она сказала, что не уверена, держит ли посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, пост или нет. Но сказала, отнесите ему молока. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, не отказывается от молока и меда. Отнесите ему молока. Когда ему принесли молока, он опустил руки, выпил, после чего опять поднял руки в дуа. Посмотри на это поклонение. На дуа, как много и часто он связывался с Всевышним Аллахом. Что касается его намаза, то Ибн Мас'уд рассказывает, я читал намаз вместе с пророком, да благословит его Аллах приветствует. Он начал читать суры Аль-Бакара. Я сказал себе, он, должно быть, пойдет на руку на сотом аяте. Затем он сказал, наверное, он сделает поясной поклон в конце суры. Но затем он начал читать суры Аль-Ниса. Я сказал, он пойдет на поясной поклон, когда закончит читать суры Аль-Ниса. Но он начал читать суры Аль-Имран и не пошел на руку, пока полностью не закончил ее читать. Это примерно сколько? Около шести джузов. Именно столько прочитал пророк да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрите, каким обширным и большим было его поклонение. Видели ли вы того, кто проявляет недовольство при совершении поклонения? У этого человека проблема. Клянусь Аллахом, братья, мы должны быть честными сами с собой. Знаете, не сегодня-завтра мы можем умереть, и мы должны быть честными. Знаете, если человек так нервничает во время совершения поклонения, значит, у него в сердце проблема. Почему? Потому что ты с Аллахом, и тебе не нравится быть с Аллахом. Ты хочешь побыстрее все это закончить. Если кто-то хочет прервать свои отношения с тобой, ты скажешь ему, «Брат, значит, тебе не нравится мое общество. Правда или нет?» Хорошо, брат, тогда мы не будем друг другу мешать. Уходи, брат. Правильно? Для нас неприемлемо, когда кто-то встает и уходит с наших собраний. Так как же тогда, мои уважаемые братья, когда мы стоим перед Всевышним Аллахом, кто-то из нас проявляет недовольство во время поклонения. Поэтому Аллах сказал о лицемерах, когда они встают на намаз, то встают неохотно. Это одно из описаний и качеств лицемеров. Лицемер не любит поклонения. Он не хочет им заниматься. Он не хочет оставаться один на один с Аллахом. Он всегда хочет быть с людьми. Но я скажу, что тот, кто всегда хочет быть с людьми, не сможет устроиться в могиле. Потому что в могиле кроме тебя никого нет. Тот, кто хочет нормально существовать в могиле, обязательно должен переживать здесь, в дунии, мгновения, когда он один на один с Аллахом. Чтобы когда зайти в могилу, продолжить свои отношения с Аллахом. Тот же, кто может взаимодействовать только с людьми, с людьми, с людьми, когда он окажется в могиле, он опять захочет людей, чтобы они делали ему какие-то напоминания и укрепляли его. Так сохраняй отношения с Аллахом, чтобы когда любимые тебе люди и друзья отдалились от тебя, между тобой и Аллахом остались такие же отношения, какие и были в Дунии. Мои слова подтверждает история пророка Юнуса, когда он находился в трех мраках. В мраке ночи, во мраке морского дна и во мраке чрева рыбы. Сколько мраков. Несмотря на все это, он возвал. Ученые сказали, слова «Ля Иляха Иляллах» и «Субханаллах» решают проблемы. Нет божества, кроме тебя, и причисты. Эти слова решают проблемы. Так что в тот момент сказали ангелы? Они сказали, «Ангелы не знают сокровенного». Они говорят, мы знаем этот голос, и он раньше был, мы его слышали. И сейчас мы его слышим, но не знаем, где он. И Всевышний Аллах сказал, «Это голос моего раба Юнуса. У него до сих пор принимаются праведные дела, и он получает ответ на свои дуа. Потому что между ним и Аллахом были моменты, когда они оставались наедине в благоденствии. И когда наступила беда, между тобой и Аллахом эта связь остается. Это чрево рыбы, словно могила. Представь, что ты в могиле. Если в Дуньи ты оставался наедине с Аллахом, тогда между тобой и Аллахом взаимная связь будет поддерживаться и в могиле. Посмотри, как поклонялся Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и подражай ему в этом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поминал Аллаха в одиночестве. Читал Коран вместе с Джибрилем, наедине. Вокруг него тогда не было людей. А мы привыкли читать Коран только в окружении людей. Беспокойно читаем Коран и все время оглядываемся на людей. Если читаем Аскары, смотрим на людей. Все время ищем людей, людей, людей. Мы не говорим, где ты, о Господь людей? Что говорил Ибн-ль-Мубарак? Абдулла ибн-ль-Мубарак был одним из салифов. Он был ученым, мухаддисом и муджаидом. Это он написал стих, о поклоняющийся в двух святынях. Если бы ты увидел нас, то понял бы, что ты в своем поклонении играешься. Ибн-ль-Мубарак, этот знающий человек, аалим, уважаемые братья, какой была его связь с Всевышним Аллахом? Его сердце было постоянно привязано к кому? К Аллаху. Однажды светильник погас. Он в тот момент обучал учеников хадисам. Лампа погасла. Один из учеников встал, чтобы зажечь лампу. Когда он зажег ее, то увидел, что борода Ибн-ль-Мубарака намокла от чего? От слез. Это была ни одна слезинка, ни две. Столько слез, что вся борода промокла. Его спросили, да смилуется над тобой Аллах, что с тобой случилось? Может, какой-то скорпион, змея тебя ужалили в темноте? Что-то случилось? Он ответил. Считанные мгновения, и все сердце сразу же занято Аллахом. Сердца всегда связаны с Господом миров. Сердца никогда не прекращают думать о Господе миров. Такими мы должны быть в Айбадате. Ищем ли мы людей или ищем Господа людей? Хотим ли мы Аллаха или же хотим людей? Посмотри на то, как ты поклоняешься. Третье. Подражай пророку, да благословит его Аллах и приветствует в своих отношениях и делах с людьми. Когда ты что-то даешь или берешь, занимаешь деньги или отдаешь право людям. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, его кольчуга была заложена у Иудея. Пусть я не останусь никому должен. Он сказал ему, возьми это. Если я умру, и на мне будет оставаться долг, эта вещь перейдет к тебе во владение. Он не забрал людское имущество, после чего умер и оставил проблемы тем, кто останется после него. В своих делах и отношениях с людьми пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стремился к тому, чтобы не забирать у людей что-либо без права на это, притеснять людей. Так что он даже сказал Муазу, когда ты придешь в Йемен, не забирай закят. Из чего? Из лучшего их имущества. То есть не забирай лучшее имущество. Когда берешь закят, приходишь к какому-нибудь пастуху верблюдов. Он говорит тебе, этот верблюд стоит миллион, а эта верблюдница две тысячи. И ты говоришь, о, давай вот ее на закят. Он сказал, бери из их дополнительного имущества, бери этот закят из их среднего имущества. То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, даже в своих отношениях с людьми и делах проявлял великодушие и показывал благородство шариата. Таким образом решались все дела, касающиеся покупок и продаж, взятия в долг, вопросы соседства, когда один сосед общается с другим и другие отношения. Далее, посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как он обращался с тем, кто поступал с ним плохо. Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел один иудей и предложил ему свои услуги. Он сказал, Мухаммад, не хочешь ли ты взять у меня в долг? Я могу дать тебе в долг, проблем нет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил, что это ему нужно. Взял у него в долг и взял у него в долг в интересах религии. Затем, через какое-то время, до того, как закончился срок, когда надо было отдавать долг, этот иудей пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда он сидел среди своих сподвижников и сказал, Мухаммад, ты, о сын Абдуль-Мутталиба, не отдаешь долги. Так он прилюдно обругал пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он спросил его, что побудило тебя сказать это? Он ответил, я дал тебе столько-то денег, а ты мне их не вернул. Тогда Умар абн-Хаттаб встал и вытащил меч из ножен. Он сказал, о посланник Аллаха, разреши мне отрубить ему голову. Он приступил все разумные границы в отношении тебя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал тогда, Умар, было бы лучше, если бы ты призвал меня возвращать долги достойным образом, а его достойно требовать. Тебе надо было бы сказать, успокойся, будь сдержан перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а ты у посланника Аллаха, верни ему долг. Посмотрите на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как он обращался с людьми. Он не сказал, молодец, Умар, убей его. Он не проявил вежливости и не оказал мне уважения. Мы бы обрадовались такому предложению, если бы кто-то поступил с нами несправедливо или напал на нас. Но Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Нет, Умар, возьмите его, верните ему его деньги и добавьте еще». Умар спросил «А зачем добавка?» Он ответил «За то, что ты его испугал. Ты вытащил меч, и человек испугался. Дайте ему добавку». Посмотрите, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поступал с теми, кто относился к нему плохо. Не просто верни долг, но и дай ему добавку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Далее. Посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как он общался с людьми. Как он относился к своим женам. Сколько жен у него было? Девять. Он умер, когда у него было девять жен. А всего он женился на тринадцати женщинах. Но когда он умер, у него было девять жен. Всем девяти женам нравилось, как он к ним относился. Как он относился к своим дочерям. Приведите мне дочь, которая бы была так счастлива в жизни, как Фатима. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, целовал ее, когда уже она была женой Али, и у нее были дети. Он, да благословит его Аллах и приветствует, целовал ее, не просто так издалека, за кончики пальцев, он целовал ее, и его любовь к ней исходила из его сердца. Посмотри, как прекрасно он к ней относился, и следуй в этом за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относился к своим внукам. Вот он дает на мимбаре хутбу. Это выдающаяся, потрясающая хутба. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал проповедь. Мимбар сотрясался, его лицо краснело, вены взбухали, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повышал свой голос. Когда зашли Аль-Хасан и Аль-Хусейн, он остановил хутбу, спустился с Мимбара, обнял их, после чего сказал, «Кто полюбит их, тот полюбит меня, а кто возненавидит их, тот возненавидит меня». Мир ему и благословение Аллаха. Посмотри на такое отношение. Представь, когда этот ребенок видит, как его отец или дед спускается с Мимбара и обнимает его. «Словно все люди для меня ничего не значат. Я словно на одной чаше весов, а люди на другой». Посмотри, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относился к людям. Посмотри, как он относился к Аише. Как я вам уже рассказывал дня два назад, в сахихе Муслима приводится, что один человек пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, «О посланник Аллаха, я приглашаю тебя на мясной суп». И тот человек был известен своим вкусным супом. То есть, если уж он готовил, то готовил как следует. Пророк да благословит его Аллах и приветствует спросил, а эту приглашаешь? Вот ту женщину, которая внутри. Он не сказал, хорошо, я сейчас приду. Посмотри, как прекрасно к ней относился Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Он спросил, а эту приглашаешь? Сколько лет было Пророку да благословит его Аллах и приветствует? Около 60 лет. А Айше было 18 лет, когда умер Пророк да благословит его Аллах и приветствует. То есть, по сравнению с ним, она была очень молодой. Если бы он не взял ее с собой, она не должна была бы злиться или расстраиваться. Пророк да благословит его Аллах и приветствует спросил, «А эту приглашаешь?» Тот человек сказал «Нет, нет, пусть Аиша не приходит». Он ответил «Тогда я тоже не приду, мы не отвечаем на твое приглашение, не придем к тебе». Он опять сказал «О посланник Аллаха, я прошу тебя, приди». Он спросил «А она?» Второй раз. Он ответил «Нет». Тогда пророк тоже сказал «Нет». Он сказал в третий раз «О посланник Аллаха, мы приглашаем тебя отведать нашего супа». Он спросил «А она?» Он ответил «Пусть тоже приходит». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Тогда мы согласны». «Если Аиша пойдет со мной, я тоже приду». И как приводится в сахахе Муслима, Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, вышел вместе с Аишей. И они толкали друг друга, пока не зашли в дом того человека. То есть, он клал руку ей на плечо, толкал, и она отталкивала его. И они так шли, пока не пришли к дому того человека, чтобы попробовать мясного супа. Такое вот отношение. Видите, это был Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует. Он лучше, чем все цари, лучше, чем амиры, лучше, чем министры. Он – любимец Аллаха. Посмотрите, Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, не постеснялся сказать истину. Таким было его хорошее отношение. И, наконец, посмотри на Пророка, да благословит его Аллах, приветствует. В чем? В его нраве. Итак, ты знаешь о вере Пророка, поклонении Пророка, отношениях Пророка, его делах и теперь нрав Пророка. Посмотри, каким был нрав Пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Он говорил, поистине, я был послан для того, чтобы довести благонравие до совершенства. Почему? Разве ты не пришел ради ля и ля и ля и ля Аллах? Он сказал, да. Но есть одно важное дело, которое вы можете игнорировать в исламе. Это ахляк. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, говорил, хадж – это арафа. Только арафа? Нам бросить камешки и уходить в мину? Нет. Он сказал, что самое важное – это арафа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что одна из самых важных задач в религии – это что? Благонравие. Чтобы не было так, что ты, Маша Аллах, хафид Корана, знаешь сборники Аль-Бухари и Муслима, но у тебя нет благонравия, ахляка. Поистине, я был послан для того, чтобы довести благонравие до совершенства. Аиша говорила, его нравом был Коран. И Аллах с похвалой отозвался о его нраве – «Воистину, твой нрав превосходен». Он был более стеснителен, чем девственница в своей комнате. Он, да благословит его Аллах и приветствует, был стыдливым. По большей части смотрел на землю из скромности. И если он поднимал взор на небеса, он имел на это право. Кто может быть лучше него? Это же Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Но, несмотря на это, он постоянно смотрел вниз, наклонял голову, держал плечи по направлению к земле. Он был простым человеком. Какая-то рабыня могла его взять за рукав, и он шел за ней и говорил, «Говори, куда ты хочешь идти, и я пойду туда, я к твоим услугам». Однажды он подошел к одной старухе иудейке и нес ее дрова, хотя она была иудейкой. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из своего дома и спросил, «Где колючки? Колючки, которые кидали мне на дорогу. Где они?» Ему сказали, «Тот иудей, который клал тебе колючки, заболел». Он сказал, «Давайте тогда навестим его и проведаем». «Давайте навестим ради Аллаха этого больного». Проведаем. Иншаллах, с ним все в порядке. Он идет к тем, кто причинял ему беспокойство и оказывает им честь. Да благословит Аллах и приветствует его и его семью». Таким образом, уважаемые братья, давайте вернемся к жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и будем следовать ему. Вернемся с нашей жизнью и жизнью наших жен и детей к жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мой совет себе и вам, чтобы нам начать все сначала. Возможно, в прошлом мы ошибались или допускали упущение. Некоторые люди, маше Аллах, всегда старались. Я говорю сейчас о себе и о некоторых других братьях, которые допускали упущение. Давайте же решим с самого начала, как нам вернуть и обратить нас самих, наших детей и жен к жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ученые сказали, что самое простое, легкое и быстрое дело, это чтобы мы читали жизнеописание посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Один раз перечитывать, два, три раза останавливаться на каких-то событиях его жизни, задумываться о том, как он жил в Мекке, в Медине, с его женами, в обществах. И так каждый раз ты будешь ощущать, что твое сердце, а также сердца твоей жены и детей, начинают сильнее любить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И твои дети даже будут порицать какого-то футболиста, танцора, актера и певца. Они скажут, все они нам не нравятся. Раньше мы следовали за ними, но сейчас мы хотим следовать. За кем? За нашим любимым пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что он побеждает всех нравственных людей и всех людей искусства. И я прошу Аллаха наставить нас и вас к тому, чтобы мы ежедневно до самой смерти рассказывали и упоминали что-то из жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует.